Что не выходные, то авария. Сегодня ночью на трассе Миас-Карабаш столкнулись сразу три автомобиля. Как результат, груды искореженного металла и битого стекла. Самое печальное, что в жуткой аварии погибло несколько человек. И без того страшная статистика погибших в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилась за ночь сразу на пять человек. На сегодняшний день жертвами аварии стали 30 человек по сравнению с 17 за этот же период 2013 года. Ужасная авария произошла около 12 часов ночи на первом километре дороги Миас-Карабаш. Водитель автомобиля Лада Гранта при изгибе дороги вправо выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который в свою очередь буксировал неисправный ВАЗ-2109. В дорожно-транспортных происшествий сразу же на месте погибло три человека. В дальнейшем в больнице, соответственно, погибло еще, умерли еще, скончались два человека. Два человека ранены. То есть на данный момент у нас по обстоятельствам известны пять погибших людей и два человека раненых, находящихся на излечении. Три часа сотрудники экипажа ГИБДД МЧС скорой помощи устраняли последствия аварии. Погибли четыре мужчины и одна женщина. Водитель 80-го года рождения и два пассажира автомобиля Лада Гранта. Все трое – жители Карабаша. Раненых водителей и пассажирку автомобиля ВАЗ-2106 врачи спасти не смогли. На данный момент в реанимации находится один участник дорожно-транспортного происшествия. Ужасная статистика тревожит и местные власти. На утреннем аппаратном совещании глава города Игорь Бойнов был крайне обеспокоен таким количеством погибших. Вообще-то, конечно, мы превышаем все мыслимые и немыслимые пределы, в том числе по отношению к прошлому году. Столько погибших за неделю у нас еще не было. Всего в МИАСе за 2014 год произошло 120 дорожно-транспортных происшествий. Раненых 123 человека, погибших 30.